Так, минутку. Сейчас мне надо всё на себя надевать тут, чтобы было всё. Так. Так, всё, 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 всё. Господи, помилуй, благослови. Так, добрый день. Доброе утро. У вас утро же раннее. Да. Ну вот. Вашей жене кланяюсь. Пусть она сядет рядышком. Надежда Васильевна, присядьте рядышком. Давай, стул тащи вот так. А мы тут помолились только. Я говорю, дай-ка я узнаю, нужны ли я там нет. А я вам послала записочку, и вы тут же ответили, поэтому я выхожу на контакт. Понятно. Я же вам послала записочку, что я отправила посылку. А я уже смотрел, фотографию снял. Сразу вопрос. Вот положили вы книги, когда спотографировали, и положили маленько, не ровно, а ступенькой. И вы это умышленно сделали, или так получилось? Так получилось, ничего умышленного не было. Чтобы наверху удержался большой альбом. Приглашение в Россию. С картинками о России красивой. Так, приглашение. А я посмотрел, думаю, все ложат ее ровно, а вы, думаю, ступеньками. Это заметно, что разные книги. Даже тут и то, как она обдумывала. Ничего не обдумывала. Все спонтанно. Это все наши ступени туда, к Богу. Вот и все. Да, правильно. А не одна, а другой, видно для разделения. А когда стоят, как будто один какой-то, одна книга может показаться. Я даже... Жалко, что я сама утратила, от себя оторвала, от сердца. Ну, что там у вас? Как? Ничего, я просто немножко перевела в видение, где именно о святом Феофилакте говорится. Да. Чтобы они хоть немножко поняли. Я и в беседе ему говорила, и сейчас еще подтвердила, что, мол, в этих трех книгах акцент на первоисточниках. На Иоанне Златоусте, на святом Феофилакте, который берет от Златоуста. То есть это тот самый фундамент нашего православия. Это главное. Вот и все. То, что у вас там в огласении. Вот такое дело я подумал. Если я пошлю в Ворде вам первый, второй, третий том, а вы к истинному православию приложили? Еще раз повторяю. Только три книги послали. Три книги послали, да? И альбом. Вот то, что я вам сфотографировала, это я и послала. А, нет. А к истинному православию не приложили? Нет, не могу оторвать от себя. Подожди. Им этого хватит. Ладно. Погодите, они там перекормлены. Это подождут. Подождут. Вот смысл какой. Ему нужно где-то сделать перевод. А книги-то он не может заложить туда, где переводится. Так, минутку. У меня... Поговори пока. Поговорите пока. Поговорите вы пока, Надежда Васильевна. Скорее, возьми аппарат, отходи сюда, подойди. Да, с этими голубями, говорю, тоже с вами. Вы хоть меня помните, Надежда Васильевна? Конечно, конечно. Как же? Да? Мы с вами один раз встречались только. Да, да, да. Ну, хорошо. Слава Богу. Вы как, одна живете или... Одна-одна. Меня все бросили уже почти 11 лет назад. В один год все мои трое разбежались во все стороны. Один цвет, да. Я тоже одна. Я живу... Нет, 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 не одна. К вам приходят обедать, всякие барабаши на вкусный обед. Все это я вижу. И так что не жалуйтесь. Ну, ладно. Так, теперь смотри, куда я отходил. У меня утром задача голубей выпустить на прогулку. А выпустить нельзя, потому что три кошки. Я их должен всех поймать, спрятать под пол, закрыть. А теперь голуби по одному вылетают. У них малыши, и она с них не слазит. Чтобы не тревожить, я не трогаю. И сегодня они вместе вылетели. Я в это время фонарик заготовил рядом, скорее схватил фонарик. Володя, снимай. И мы их увидели. Слепыши сидят. Уже, наверное, неделя как вывелись. В комнате. А когда они начинают летать? О, это когда летают. Там месяц, может, пройдет. Когда? Но главное, мне их увидеть надо было. Живые они или нет под ними? Ну да. Оба живые, пущеглазые сидят там. Вот все. Значит так, я вот еще подумал. Если я пошлю ему и объясню, что в Ворде он может тогда копировать, которые нужные места ему. И перевозчик у него. Уже есть перевозчик-то этот? Нет. Еще нет? А как? Кто ему переводит? Я? Никто. Он будет... Я вам говорила, что он только готовится к крещению. Это будет только в апреле. И он перегружен. Он перегружен информацией. То есть много. Ему надо там что-то освоить и так далее. Поэтому сначала он как-то эмоционально сказал, очень бы хотелось эти книги. А потом, немного поостыв, сказал твердо, ну, трезво, что, мол, очень бы хотелось, но физически не успеваю все осваивать. Поэтому и не торопитесь, не стал спешить. Я об этом сейчас. Я об этом. Дайте договорить. Дайте договорить. Да вы не про то говорите. Не про то. Я про то говорю. Ну, ладно. О том, чтобы у него был этот переводчик, которым я пользуюсь, Яндекс. И когда что-то... Это, конечно, есть. Да, переводчик электронный. Я думала, обычный. Нет. Я про это говорю. Но он не может теперь перевести, потому что это в интернетной версии. Надо ему в Ворде. Я думаю, ему послать и объяснить. В Ворде он может копировать, что нужно вставлять, и сразу перевод будет видеть. Давайте посылайте. Я не знаю его уровень грамотности компьютерной. Вот. Давайте ему как совет. Хорошо. А вы можете вызвать его на разговор? Ну, да у него нет скайпа, не выходит он. Мы с ним по телефону только. Так вот, знаете что? Мне, может быть, лучше было на вас переслать в Ворде. Вот эти книги. А он тогда, что нужно, скопирует. Где-то мои пояснения я даю, комментарии. И сразу же ту же минуту получает перевод. Ну, приблизительно, ну, понятно. О чем речь идет-то? Конечно. Конечно. Хорошо. Называется Яндекс.Переводчик. Он переводит на 95 языков. Да сегодня много программ электронных переводчих. Не только Яндекс. Ну да, вот скажите, скажите, в книге, которую посылаем, он не может оттуда взять, скопировать-то, потому что это книжка. Я поняла. Вот. А я на вас перешлю, потому что по скайпу нету. А по скайпу она принимает больший объем. Я вам все книги скину, а вы ему скинете, каким путем там. И он сам перегруженный выберет время, ну, бывает срочно что-то нужно. Он сразу раз, включил, и через ту же минуту узнал, о чем там говорится. Что вы сказали? Все ваши 38 книг вы сказали? Нет. Три тома, которые вы послали. Я уже испугалась, что вы мне все 38 хотели. Нет, нет. Я могу послать пятый том, в котором собраны все комментарии из трех томов. А комментариев немало я дал. 297. Это том. Комментарий на блаженных эпилах-то. Главный упор, там написано, это на проповедь, на любовь к Слову Божию. Вот два момента, которые он все время подчеркивает. А он как раз любит это, Стив. Да, да, да. У него именно акцент к канонам, к законам, ко всем правилам жестким. У него такой протестантский дух, чем вы с ним и сдружились. Да, я сразу подчеркнул его. И вы ему тоже это подчеркните. Скажи мне, это очень дорого. Я этим занимаюсь всю жизнь. Почему? Потому что я обратился там, и с первого дня Бог меня вложил у протестантов. Вот эти десятники там были. Но меня ни грамма не свихнула от православия. Вот тут мы с чем-то сродняемся с ним. Не свихнула. Вас хочет свихнуть кто-то другой. Я только что послушала эту жуткую-жуткую передачу вот этого Синицкий выставил. Разбор свой. Все, разложил вас по косточкам. А я не смотрел. Меня кинули, я не смотрел. Вот, а я сейчас на него наткнулась. Часа полтора он проводил такую хирургическую операцию. Так, я скажу, из-за чего это получилось. Он ничего не знает, ничего не делает. Он нападает на любого. То ли по заказу делает или что-то. И вот он нападает на любого из православных, на кого? А ему разницы нет кого, лишь бы кусать. Его разницы никакой нет. Он совершенно безбожник. У него ничего нет. Комментарии отключены. Выйти на него нельзя. То есть он... Он вас приглашает, но... Он вас приглашает к себе там куда-то на Украину. Его уже Сергей парализованно приглашал. Он не ответил даже. Это обман. Обман. Дальше что? Он нападает и разбирает златоуста. И все переворачивает. Клевещет. Но я на златоуста. А я на златоуста. Ну, понимаете, кто это? Я не мог утерпеть. И тогда выступил и сказал. И он сразу на меня бросился. Я говорю, сейчас он на меня будет кусать. Но он ничего не возьмет. Потому что ложь. Ложь ни на чем не стоит. У него ничего нету совершенно. Это ужасно. Это редкая комплекция человека, который полностью предался кусать. А кого ему разницы никакой нету? Совершенно. Он не знает, не видит. Так вот, человеку непосвященному, вот я наткнулась, как человек посторонний, напала на него. Часа полтора я слушала все это, как он детально вам делает такую хирургическую операцию. Да, да, да. И остается у меня представление, что это какой-то, конечно, пятидесятник. И очень, так сказать, из высоких кругов. Руководители. Это трепло. Больше ничего нет. Был у пятидесятников. И, видимо, там потерян. Он сидит и каждый день выискивает, кого на кого где напасть. Я заранее сказал. Он сейчас вцепится в меня, но ничего тут он не получит. А что он получит? Его Сергей парализован, и написал ему письмо, просил выйти со мной. Ни под каким видом даже знак не дал. А поэтому сейчас он уже знает. Разговора никакого нет. Я даже не стал смотреть ничего. Мне тоже скинули. Говорит, я говорю, ты знаешь, сколько есть? Вот священник. Он ничего нету, хохочет, сидит. И я новый ролик про вас составляю. На мне работает очень много. То есть многих людей я отвлекаю. Они в это время не могут в другом месте зло делать. Это положительно. Вот опять я выступаю как человек, не посвященный, не знающий ничего, где он берет победу, берет верх над вами тем, что мы приглашаем куда-то в Херсон или куда-то, да? Куда? Херсон. Какой? Типа Херсон куда-то на юг, на Украину куда-то. Он вас приглашает. Еще новости. Погодите, погодите. Да-да-да. Он неоднократно, мы приглашали Игнатия Тихоновича к себе туда-туда-то. Оплачиваем ему дорогу в оба конца. Вот ухватитесь за это. Да не надо хватать. Я готов. Поймите, что вы должны нам это доказать. Не надо доказывать. У меня время... Который не знает, в чем дело. Их легион целый-то. Я буду всем доказывать. Меня брать голыми руками можно. 41 книга, 14100 роликов, и все в интернете. Да что ж тут не брать? А у него ничего нету. Кто он? Ничего нигде нету. Я с ним не могу разговаривать, никого и нету. Призрак. Это вы так говорите. А я выступаю от лица людей, которые хотят разобраться в этой ситуации. Не надо им разбираться. Если человек в дух божий разберется, такие ресурсы стоят и разбираться. Он ничего не делает. Спроси. Он работает с детьми? Нет. Работает в тюрьме? Нет. Строит деревню, когда 21 тысяча исчезла? Нет. Его нигде нету. Его нигде нету. Совершенно. И Сергей Козлов ласково просил, давай выйдем, я буду между вами и побеседовать. И даже ответа не дал. Зачем же я буду? У него ничего нету. Ну жалко. Просто поганое трепло и все на этом. Он со своим остатом. Это вам. Это ваша характеристика. Да. Ну вот, говорилось, для людей не посвященных это производит очень тяжелое впечатление. Очень. Полтора часа вам так все это анализировать во мраке. что он делает? Иоанна Златоуста от рождения до смерти перебирает. Все, где он там говорит, Златоуст, обличает царя, он все подвергает как бы критике. Ему разницы нет. Это бочка с ядом. Иоанна Златоуста биографию, когда святой Прокол, это у него секретарем был, будущий патриарх, просил Бога открыть, где Златоуст? И когда среди святых он не увидел, он опечалился. А я говорю, его нету. Он прямо перед престолом при святой Троице. Только об одном святом это сказано. А он его там сказал, тут не так. То есть он никто. У него во рту легион. Он избранный, это гнилой, страшный сосуд. Но он действует только на тех, которые не с Богом. А духом святым, который пользуется, он сразу увидит, что это рога легион. Ему там ничего не надо говорить. Отвечать не надо. Это великое счастье за него. Ну ладно, хорошо. Вы защищены, вы свободны от этого. Да, совершенно свободен. Я знаю. Вот один недавно приходит. Знаете, я там ходил, там где-то то другое, на вас говорил, но мне все тянет и тянет к вам. Потом нашел, я теперь увидел, что я делал, простите меня. Тут соседний у нас город Камень-Наоби. И вот там одна женщина, которой отец Павел Ермоленко дал книги. Она их держала. А когда услышала, что против говорят, она книги ему отдала. Да нет, я не буду. Там Лапкин, там Раскольник, там еще. Ну, как обычно они говорят. А священник у них, бывший парторг, руководитель партии. Вы рассказывали о нем. Вот этот, и он ее там подталкивает к этому. Она за него ходатайствует, чтобы его не убрали. А тогда отец Павел дал ей книгу для слова Божия нет уз. А эта книга у меня, вот сейчас мне пишут, говорит, мы считаем, останавливаемся, на каждой странице плащем вместе с вами. И вот этот ключ повернул, она почитала сразу к отцу Павлу. Верните книги мне. Да что же я наделала? Да я за него заступала, из-за этого коммуниста. А он такое злодейство тут делает. Вот и все. Время всему дозревать. И нам тут не мешать, а только молиться. Мы молимся. Вот сейчас, если мы с этой, зашли мы, беседуем-то, ролик-то, со всеми. А, это рулетка, что ли? Да, рулетка-то крутится-то. У нас уже накоплено, на меня вчера только тут сегодня выставил я, вот посмотрите, на первую, ну, первую почти, 40 киллеров готовятся убить. Мне говорят, кто-то недоволен, там пишут, я ничего не знаю. Я делаю свое дело. Мы уже 50 роликов заготовили, беседовали. По одному буду выставлять. У меня на 2 месяца уже вперед программа. И новые люди находятся там. Вот заходим, а там полосой идут. И вдруг, я говорю, мы проповедуем Христа раз 5-го воскрешен. Игнатий Тихонович, да все я знаю, я у вас подписчик. Уже не один раз, а так. Ну, ты все. Добрый знакомый. Все будет выставлено. Восторгаются, очень вежливо с вами стали разговаривать. Это заметно. Уже не убегают, а уже стоят, так сказать, беседуют с вами. Это очень большой сдвиг. Уже задают вопрос, а сколько вам лет? И, ну, сюрприз, что вы на 80 не тянете. И уже стали совсем с большим благоговением и уважением к вам относиться. Большие сдвиги в течение недели. Да. Это всего неделя. Чуть больше. Это удивительно. Вы смотрели, Надежда Васильевна? Да. Вы посмотрели хоть чуть-чуть? Да, да, конечно. Это, конечно, кошмар. Это такое болото мертвых душ. Да. Но Игнатий Тихонович вообще держится стойко в этом болоте. А мне говорят, как вы держите? Это дно ада. Такое нет. Мертвые души. 80% мусульмане. Я говорю, мусульмане, зачем вы здесь пришли? Ну, это то. Я говорю, не обманывай. Ты уже разделся. Что ты хочешь сказать? У вас дома разрешается 4 жены за каждую колым платить. А тут бесплатно 44. Ты пришел сюда. Кухонные жеребцы. Да, да. Вот так. Но кроме мусульман еще и вот обычные русские, которые там и врачи, и физики. Но все говорят, что я не верующий. Я не верующий. Чуть-чуть побольше о вере, о любви. Главное о любви. Он там один с вами долго беседовал, а сзади там где-то, по-моему, девчонка на заднем плане, где-то на кровати. Вы о любви чуть-чуть побольше говорите. Мол, не можешь ты быть неверующим. Есть еще такой термин анонимный христианин. У тебя там кто-то сзади лежит. Наверняка же ты ее любишь. Любишь ведь душой. Значит, у тебя и душа есть. И вера в тебе есть. Побольше о любви говорите. Да некогда говорить-то. Вот он проходит, а одна десятая доля секунды, он уже уходит. Даже рот не устал. Нет, нет, нет. Вот этот говорил долго с вами. Очень целый, в общем, всю программу. Он утверждал, что я, мол, не верующий, а какой-то физик. Так что, и вы еще говорите, как это, а этот самый, Ньютон, ну что, не знаешь Ньютона? Да. Вы ему пошли ва-банк, спорить стали. Верующий был. А тот ученый, физик, они знают даже имени Ньютона. Вот сегодняшний уровень образованности, грустный. Ну, мне это советуют. Вот вы сначала расскажите, заинтересуете. Там разные советы дают. Мое задание здесь вызвать чуть-чуть доверия. Дальше успели, чтобы сказать. И все торопятся. Я говорю, как наши попы. С кем не разоговориться, все некогда. Некогда. Народ не нужен. Мы с вами говорим о полезном. А которые уже знают, тот не уходит, хоть сейчас будет беседовать. Да. Короче, вы еще не выдохли. Нет. Сейчас мы маленько по-другому будем. Нет. Володя будет беседовать, будет ролик интересный. А я в это время сзади стою с поклонами, по лесовке молюсь во время беседы-то. А они тогда на меня сразу не уходят. Вот одна вышла там, сначала такая, распупыренная, а потом давай тоже молиться, молиться. А видно, что она уже огни и воду прошла. А я стою, ни слова ей не говорю. Я один без Володи. Стою, только кланяюсь, молюсь, и вот в этом гляжу, она опять маленько волосы распустит, опять молиться начинает. А видно, что длинный путь у ней был. То есть, я все время меняю тактику, как лучше. тактика ваша очень меняется, очень, и все выше, выше и выше. Все ниже, 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 опускаемся. Но вы опускаетесь ниже, конечно, но вам все это как-то становится легко и легко. Очень у вас это здорово получается. Ваш стиль. Закончим. Вы зайдите, сегодня я который выставил, и там написано 40 киллеров. Вчера ко мне наш близкий знакомый, он военный, зашел, любыми путями выйдите оттуда, Игнатий Тихонович. Это убийство, что вы делаете, поберегите себя. Я говорю, я не могу уйти. Почему? Сергей-то выставил два, два только там, когда он был в рулетке-то. Я сразу помолился, Господи, дай мне этот талант Сергея туда опустить. Я уже через день буквально все освоил. Я говорю, я не могу сделать это, потому что я у Бога просил, Бог дал, а я брошу. Я уже связан. Я обязан там быть. То есть вы дали такой обед навсегда? Да нет, всегда я не обед, а просил. Я никакого обеда не давал. Я просил, Господи, талант Сергея парализованного, дай мне, он только два выставил ролика и больше он умер. Я хочу продолжить это дело. И у меня сразу все открылось. Продолжить навсегда, короче, кошмар. Я молился. И поэтому ответ сразу пришел. Вот вчера только, позавчера с Америки один позвонил знакомый и говорит, мама, там такая ситуация, ну помолитесь. Помолился, ну сколько-то прошло время и пишет, маме легче стало. Я не знаю, может никакого отношения не имеет. Молитва-то вообще наша ничего не значит. Бог отвечает на молитву. Все. Я делаю то, что идет от сердца. Я не утруждаюсь здесь. Там вас Господь ведет. Короче, вы идете по пути, который вам указывает. Значит, давай, просит слово. Я только, я так сильно болела, а он помолился, пошел. Не надо это. И только поболею, и мне сразу легче становится. Он говорит, я половину взял на себя. Ладно. Вот вчера у нас с сестре старшей сделали операцию. Там рак прямой кишки, кажется, операцию сделали. Татьяна. Та, которая к вам приходила как бы исповедовать? Да. Да, да, да. С ней, да? Я беседу у вас была такая долгая. Вчера сделали операцию. Неизвестно, что будет и как. Она одна из самых близких и самых давних. Старшая сестра в нашей общей. Татьяна. Татьяна. Татьяна Кузьминиша Капустина. Так что будете где молиться и можете Стилу сказать, скажи, просят помолиться. Вот такая сестра. Ему будет приятно, что к нему обращаются с такой просьбой. А я вам скину, как сейчас закончим, сразу здесь скину в Ворде все три тома и попутно для Слова Божия не отусы к истину православию. А вы ему тогда скинете. Ему-то уже не книги нужно будет, а это. Тут он тогда увидит, скажет, вот это, скажет, тут его биография моя, как его судили. И он только пакет берет, вставил и сразу ответ. Ему будет это очень интересно. Для Слова Божия нет особенно. Это ключ ко всем книгам моим. Ну, это больше как бы наша диссидентская эпоха российская. Это, дай Бог ему просто выйти к православию, поймите. Вы все торопите, торопите. Ему бы сначала понять глубину православия и выйти, в этот мир, а уж потом изучать судьбу российскую. диссидентскую. человек сегодня ходит на ногах, а завтра дома посидеть надо. А у него заготовленный материал. Я не считаю, что я его ускоряю. Я ему скинул. Скинул, и он у него лежит в запасе. В любой момент подошел, мы заинтересовались, говорит, с Маркой вместе, всей семьей слушаем. и он понимает, что это от Бога. Почему я на вас вышел, это говорит. Он же это говорит. Поэтому тут идет работа у него. Идет, идет. Я это знаю. Работа идет. Но просто диссидентство, это уже следующая, так сказать, следующая страница. А все равно, это гоня на христиан, ему это видно будет, что означает в России. Он ближе к России будет, раз туда тянется. Ну, ладно, хорошо. Ну, всего доброго. Дай Бог вам сил, сил и сил. Спасибо. Дух ваш, конечно, дух ваш пламенный не стекает. Даже наоборот, это все болото вас больше зажигает. Да. По-моему. Я доверяюсь буквам. Вот вчера я ответил, сейчас зайдете, выйдете, сразу зайдите на сегодняшние ролики, и там видно, один зашел, какой-то зэк, охота хоть отметить, с этим еще автограф от меня нужен. Больше не заходи. Я сразу его отмел. А как вы реабилитация выходит, когда из тюрьмы? Тут комитеты созданы, их кормят, поят, реабилитация, на работу. Я говорю, надо что, драть и на работу, больше ничего вам не надо. Какая реабилитация? Мне пришел документ из краевой прокуратуры, что я реабилитировал. Да я не об этом, то есть он-то не получит такое. А я со всеми льготами. Вот я сколько там пробыл, на пенсию, когда идет, это в тройном масштабе. Если я год был, три года засчитываются а им-то кто будет засчитывать-то? И он их слово реабилитации применяет к тем, которые пытаются как-то ассимилировать, ввести в общество. Считается, что если человек в тюрьме был больше семи лет, он адаптироваться практически не может. А я на вас как повлияло? Я говорю, никак. Оно сделало меня тверже, сильнее. Нет, но важно еще по какой статье. Да вот такая нота. Начать надо с этого. По религиозной статье или по какой-то уголовной? Мне сразу сказали, это лагерь смерти. Тут, когда, говорит, начинается избиение, красный уголок, на уровне головы, все стены в крови. Где я был, где сидел-то? Ну, а мне этот подошел, из них же ставится и заключенных, а то самый такой сильный человек и подчиняется им. Пахан, наверное, называется Пахан. Пахан, но там как-то по-другому, вроде бригадира. И он говорит, вот заходил человек здесь, сейчас вы видели? Я видел, в гражданском. Ну, сказано, чтобы вам не говорили, но я скажу, говорит, это приехал из областного центра, из Джамбула. Кажется, майор или подполковник КГБ. Он завел, показал на меня и сказал этого человека, чтобы пальцем не трогали. И поэтому, когда начало избиение, они мне сказали, отец, ты иди в красный уголок там, позанимайся журналами, посчитай. Понятно? Что посадили, плохо. Так, по-мирски рассказать, что КГБ, ко мне ни одна посылка, кажется, не дойдет. А они сделали какую-то там, какую-то пометку, нигде меня не трогать. Это помогло мне выжить, я свободно вернулся. И когда я вернулся домой, они сразу же из КГБ приехали к Надежде Васильевне, так он живой вернулся? Вот Иуда Бенгур, когда так, когда увидел, когда сказали, а кто-то будет? Да, Иуда Бенгур, как? Да он на галерах. Милостью императора. Вот так. Вот так и здесь. Почему Горбачев, это знаковая фигура, я говорю, когда, видно, как голуби летят там? Не видел? Да, пролетел. Пролетел. Вот, знаковая фигура. Почему? Он раскрепостил слово. Как говорится, анекдот на кухне. Он вернул церкви с ценности. Стали возвращать храмы. И с маленькой буквы это Христос. Да как так? А я говорю, считайте Иеремии. Скажите кому? Рабу моему Киру, помазаннику моему. А помазанник, это Христос переводится. А он что сделал? Выпустил народ из плена, больше ничего не сделал. Он остался таким. Я говорю, ну, люди не понимают маленькие, напиши буквами. Гор, Ба, Чов. Ну, написал. Ее не писали. Всегда Е вписали. Теперь смотри. По порядку начнем. Нельзя сказать, вот соседи у меня рядом живут, чтобы их фамилия, в мою втерлость, и подряд четыре соседа, первые буквы фамилии, чтобы в моей фамилии отразились, это нельзя сделать. Тем более, первые лица государства, такого государства, такой империи. Гор Бачев, Б. Брежнев, Бачев, Б. Заним Андропов, Ч. Черненко, Третий Е. Ельцин. Да, 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 вся очередь. Это знаковая фигура. Четыре буквы главных лиц в одной фамилии. Это нельзя придумать. Это мне, преподаватель второй группы космонавтов, был Лозин Анатолий Максимович, в одной камере сидели, показал. Я сразу понял, это знаковая фигура. И поэтому, а Горбачева как бы не ругали, и когда спрашивают, а кто самые известные, такие, в 20-м столетии, Горбачев и Солженицын. А Солженицына, вопросов нету. А Горбачев-то, так ты слушай, Вареников, генерал армии, говорит, он же всех обманул. 18 миллионов, миллионов, членов партии, он всех провел, и последнее по спине похлопал, и в отсталкнул. Каким образом? А таким образом, трехчасовые, говорит, слова, жирнулиста спрашивает, ну как, я на семье жду, Горбачев, в три часа говорил, прихожу домой, я не знаю, о чем писать. То есть? То есть, он говорил о таких вещах, которые, так, вкраплял в настоящую жизнь, что, написать... Больше это называется болтология. Нет, не только болтология. Болтал, болтал, болтал. Он мелкими такими шажками подводил к тому, чтобы они поняли, время прошло. Я сидел в это время в тюрьме, и в это время депутатский корпус первый убирали. Я не понимаю, зачем он нужен? Зачем эти паразиты? Я еще не знал, что они будут по миллиону получать. Сейчас полмиллиона им, месячный оклад. А у меня 8141 рубль в 33 копейки. Зачем их? Оказывается, вот для чего. Чтобы они одобряли любое решение, которое им представят. Проголосовали, год они еще не делают. Сказали, везти войска в Украину, он сразу раз, готов. Фишки. Такие фишки на фрахмах. Да. И вот мне там это стало понятно. Вот это гласность. Гласность и архипелаг ГУЛАГ. Запад вздрогнул. Впервые, говорит, остановились. А дальше Горбачев решил показать человеческое лицо коммунизма, социализма. А там увидели чудище. Да. Страшилище. И народ в мире во всем отшатнулся. А дальше вот выступает где-то Маргарет Тетчер. Маргарет Тетчер это главная сваха. Она его там во всем учила-то. Это ее выдвиженец. И там один пишет советский, очень опытный журналист и дипломат. Он говорит, меня спросили, вот выступал Горбачев, он наклонился ко мне в ухо, говорит, так он у вас еще верующий. Он говорит, ты слушай дальше, ты сейчас поймешь. Из того, что он говорил, можно понять, что он верующий. Но он говорил так, чтобы его и партия не задавила, и верующие не засылали. Вы действительно думаете, что Горбачев верующий? Я даже не думаю, не знаю, нигде я не считал про это. Но он говорил так. Он говорил так, и люди представляли, а верующие, это не два человека. Это его дипломатия, и нашим, и вашим. А, вот это и оно. А какая дипломатия? Почему не было дипломатии у этого Ельцина? Почему Андропова и Черненко не было? Он пришел, выдвиженящий, подробно все сказано, и потихоньку, медленно пришел. Перестройка нужна. Там-то не так. Я впервые услышал, он говорит, несметное сокровище нашей страны развратили людей. Такую фразу выпустить в то время, вы понимаете, что такое? В бункере, последний, где-то уже 28-го, кажется, апреля, Гитлер весь генералитет там собрал, в которых можно было, и сказал, господа, война проиграна. Это было как гром с неба. Они все еще надеялись, что Венг подвезет там войска, что все-таки как Москва отбросил от себя, мы отбросим. Между Рузвельт умер, теперь разногласия будут, мы с американцами будем. Время прошло, господа. Вот Горбачев это сказал. Мы тратим пресной воды, дальше он говорит, больше нормы в 70 раз. Это даже сказать нельзя. Несметное сокровище развратили нас. А дальше появляется, в мире нас все ненавидят. Собираются все магнаты, все банкиры и желают пожертвовать. Каждому русскому дать 150 тысяч долларов. Под условием, что он выйдет навсегда из России. Освободить земли для другого народа, который изжил себя. У нас в стране за 25 перестройки 120 миллионов абортов. Это государство. Нам не надо врагов искать. Он внутри сидит. Показывает в среднем по мусульманским семьям 8,1 ребенка. У русских 1,8. Еще спрашивать. Мы ехали города, города пустующие, деревья растут на крыше. А сел, 21 тысяча сел, которые исчезли, и 10 тысяч дышат на ладан. А что на ладан? 1-2 человека. И вот выступает у нас тут в Алтайском законодательном собрании от КПРФ, от партии. И она говорит, это не потеря названия, это потеря территории. Тут другие будут жить. И об этом Дмитрий Смирнов как-то говорил, священник. Потому что так нельзя жить. За рубежом, если берут путевки в какой-то курорт, задают только один вопрос. Русские там будут или нет? Если русские будут, никто не хочет ехать. Женщина приехала, я обязательно, чтобы три мужика было. Если русский, значит, ломай все, бей мебель, я рассчитаюсь. Нина Данилова, вот, которая здесь выступала, от КПРФ. И это понимают люди. И поэтому держится на чем, неизвестно. Китаю преподают все время, север весь это наш, до Урала это наш, карты перекроены все. И когда воюют, чтобы маленькие ребятишки играют, чтобы пиками к северу тыкали, там медведь русский, колоть его придется. А сегодня рассматривают это на неделю. Напротив одной разбросанной дивизии в Сибири сто дивизий китайских у границы стоят. Это не кто-то, говорит, а Ивашов, генерал Попровин. И не только у границы, они уже на вашей территории заползают и там прекрасно живут. Их не трогают. Считается, что уже сегодня более там 10 миллионов их. Они говорят, Хабаровск это наш город. Их не, почему власти не трогают? Никто их не трогает. И другое дело, прошла дорога туда, асфальтированная, хорошая дорога. Для чего? А это Путин готовит к китайцам. Я говорю, перестаньте, пустое место, совершенно пустое. Почему не дать? Вот выступает после цунами Жирновский Владимир Вольфович. И говорят, почему она мне не замерить эту Японию и столько места не отдать в Сибири? Пустующие места. Они их обиходят. И чтобы они жили по нашим... То есть на время, так сказать, дать, ну как сказать, в ренту, что ли, такое слово? Нет, не совсем. Чтобы они жили, как, допустим, Карачаево, Черкесия, Чеченца, по своим законам, но соблюдали закон Российской Федерации. Они же соблюдают. А там оставить, как резервация, чтобы люди приезжали, смотрели, как люди жили. Кто хочет, пусть остается. Это предложение он. Прямо в Думе выступил, сказал. Как давно это было? Когда цунами было. А, а когда это было? Люди терпят бедствия. А у нас пустые территории. Какие мы? И вот собираются люди, мне уже говорят, и вот они там решают. В ООН, наш представитель, ему говорят, вот в эти земли каким образом получили? Хабаров, Ермах прошли, это все ваше. Ну давайте посмотрим, в Китае сколько на один квадратный километр? У вас сколько? Полтора человека? У них сколько? 470? Ну что срабли? Люди уступами рубят эти, которые, не скалы, холмы, и мешками землю сыпят, чтобы что-то вырастить. Ну справедливо или нет, русские, скажите? Несправедливо. Вы рисовали рисунок, хозяин, крестьянин стоит на одной ноге в лапке, поднял вторую ногу. Наш учебник, да, это у нас был учебник. Это состояние народов, которые вокруг вас. И поэтому Путина не надо обвинять. Потому что людям негде жить. Господня земля, у вас же написано в Псалтире, Господня земля и все, что наполняет ее. Почему вы решили, что это вам Бог ее отдал? У вас нет ни народу, и меньше, и меньше каждый год. Ну и понятно, что он делает, он должен не открыто сделать. Вот когда Ельцин был, они требовали там, шикотан отдали, чтобы. Он хотел, но убоялся, как бы Дума там против не проголосовала. А уже вплотную стоят, что могут и пол Сахалина, и Курильские острова отдать. А не, японцам жить негде. А мы завоевали. Да мало что завоевали. Эта жизнь продолжается. Надо все-таки дать в рент, ну, в пользование, но не навсегда. Потому что до сих пор жалко, что Николай и Алявского отдал, видите ли, и Калифорнию. Это очень жалко. Да, жалко-то жалко, некому жить. Жить-то некому. Это уже другая политика. Надо бы, чтобы и земли сохранять, и народ. А нет, это уже не вернуть, не вернуть. Вы до конца, может быть, даже не знаете, какой народ. Я выхожу, они не старые, они все не прочитают. Он сразу первый стоп увидел меня, и сразу матом. Первая секунда, я сразу матом. И притом, пацанята, пацанята, вот в этой рулетке, где я нахожусь. Это дно ада. И мы там находимся и пытаемся хотя бы некоторых вывезти оттуда. Ну, как Бог даст. То есть, я рассказываю то, что какие разговоры в правительстве бывают, и Ельцин ответил, что я это не сделал, потому что опасался. Что если я отдам шикотан? Шикотан. А у меня есть стихотворение. Отдайте шикотан и Кёнигсберг отдайте. Отдайте. И песнопение на этой стихи положено. Вы зарядите, отдайте шикотан и Кёнигсберг отдайте. И послушайте, как поют. Это на мои слова стихотворения. Так у меня сколько нападок было. Он никогда не принадлежал России. И он где? Надо переезжать теперь через там где-то, через Балтийские республики и дорожка маленькая. Да, да, да. Зачем он нужен вам? А он принадлежал там, Кёнигсберг там, Польша или Германия. Кёнигсберг. Королевский город. Немецкое слово. Конечно. Я не выдумываю ничего. Просто я внимательно смотрю за этим. Вы пожалеете, что не отдали. Вы бы друзей приобрели. У нас земли, представьте, в стране, вот у нас в Алтайском крае во время перестройки миллион двести тысяч гектаров свободной земли было. В одном регионе, в одном крае Алтайском. Алтайский край, это жительство Сибири было. Сейчас я не знаю данные. Только в Алтайском крае больше четырехсот погублено, полностью исчезли. Четыреста? А она основообразующая была. Там были коровы, как у нас, небольшое село, а там сколько было? Две пасеки, сады, лошадиные фермы, свинопермы, овцы-фермы. Ничего нету, пустырь. Что сегодня? Леса зарастают? Да. Леса, да? Да. Полностью. Ну, сейчас находятся фермеры, которые начинают прибирать к рукам. Вот у нас сосед, он в хороших отношениях, Женя Долгов, у него, кажется, шесть тысяч семьсот гектаров. А начинал где-то сорок пять гектаров было. Ну и, конечно, вот такие люди платят рабочим, он раза в три больше платит, но строжайший закон. Вот держит свиней, ты свиней держишь, отходов бери больше, бесплатно. А государство грабит таких фермеров налогами? Конечно, они все платят. Все. И тем более, почему они долги берут с процентами, я никак не пойму. У нас не берут никто. У Игоря нашего рабаша 400 гектаров теперь. И то обработает. Это я разбогател, вот мне бы нашелся какой-нибудь Трамп в друзья. И сказал бы, я тебе вот даю, сколько бы ты взял? Я не знаю, но миллионов, хотя бы 10 долларов, то можно было дать. И первое, что я купил бы, Игорю, новый комбайн. Там все, на веревочках. 10 миллионов стоит комбайн? Если бы мне подарил Трамп, Дональд Трамп, 10 миллионов долларов, я бы провел погоди, школу построил, большую, отдельно построил, домов бы, хотя бы 50. Жители-то, верующие, хотят приехать, строиться, никто не может, денег-то нету. Я бы в течение года распузырил эти деньги-то. Володя, спросите, сколько стоит трактор? У нас комбайн стоит 5-6 миллионов нашими деньгами. А, рублей. А уже, знаете, что-то напугал меня миллионами долларов. Так я доллары перевел бы в рубли, потому что я же работать буду и комбайн покупать только. Провести дороги. Я бы очистил пруды. Учителям зарплату раза в три больше. Ну, тоже. Понятно, комбайн стоит 5 тысяч рублей. Почему Трамп на меня не вышел-то? Вопрос. Надо подумать. Надо подумать. Ему написать письмо в Белый дом. И пригласить его в Путеряевку. Скажите, ваш человек за вас будет все время молиться, чтобы на вас покушения не было. И скажи, он даст отчет за каждый доллар. Притом, для восстановления земли. Для самого бедного народа. Постарайтесь, Дональд. Тем более, я каждый день за него молюсь. Каждый день мы его имя поминаем. Да, да. Надо же. Ну, все. Ну, хорошо. Давай. Да, спасибо за хорошую беседу. Дай Бог вам еще сил. Ну, я даже и не желаю вам. Вас и так. Чем ниже вы опускаетесь в это дно, тем у вас дух усиливается, укрепляется. Это даже по вашему лицу видно. Ну, все. С Богом. Отошел. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Продолжение следует...